Три сотни представителей бизнеса, институтов развития и промышленных министерств российских регионов, в том числе четырех новых субъектов, стажируются в Ростове по программе Минпромторга России «Федеральная практика». Такая стажировка проводится у нас уже в третий раз. Сегодня наша ключевая задача на этом мероприятии – это сделать так, чтобы каждый представитель бизнеса знал все необходимые меры поддержки для развития и открытия своих предприятий. Потому что не все предприятия загружены на новых наших субъектов. Поэтому меры поддержки позволят, безусловно, закупить необходимое оборудование, выстроить кооперационные связи и запустить эти предприятия на полную загрузку. Ростовская область остается одним из ведущих экспортеров страны и во многом благодаря взаимодействию с Федеральным центром. Новые возможности открыла предыдущая из таких стажировок, где обсуждали вопросы формирования единой региональной субсидии. «Наша область после этого активно включилась в эту работу, благодаря чему смогла привлечь существенные средства федерального бюджета на докапитализацию нашего регионального фонда развития промышленности. Ну и в целом вот эта работа с федеральными органами власти, те мероприятия, которые проводятся правительством области, позволили обеспечить рост промышленного производства. У нас индекс по итогам прошлого года промпроизводства составил 107,8%. Программа «Федеральная практика» – это системная работа с регионами, постоянный обмен опытом и лучшими практическими проектами, синхронизируют региональные проекты с федеральными, помогают выстраивать единую промышленную политику. Кульминацией данного мероприятия ставят не только начитка лекций или какой-то диалог с представителями профильных департаментов, а дорожные карты развития промышленного производства конкретных субъектов Российской Федерации. Данный документ будет утвержден заместителем министра промышленности Российской Федерации Алексеем Беспрозванных, руководителем конкретного региона и министром. Это будет его некий KPI, насколько он эффективно выполняет свою задачу. Формат таких выездных стажировок создан в 2017 году и уже дает отличные результаты, говорят организаторы. И сейчас в Ростове за два дня работы участники должны получить новые навыки, знания и инструменты для развития промышленного производства. Татьяна Цепелева, Андрей Токарев, Первый Ростовский.